Заместитель председателя законодательного собрания Севастополя инициировал проведение депутатского расследования по факту нарушений оценки и использования городского имущества. Об этом он заявил в эфире программы «Радиорубка». Александр Андреевич Кулагин, будучи по профессии аудитором, принимал активное участие в создании регионального законодательства в имущественной сфере. Напомним, губернатор Севастополя наложил вето на этот законопроект. Для его преодоления была создана специальная согласительная комиссия, в которую вошли представители законодательной и исполнительной власти. После того, как противоречия урегулировали, документ был принят на заседании парламента. Однако правительство Севастополя систематически нарушает закон в отношении формирования реестра городской собственности и объектов имущественной казны, уверен Александр Кулагин. Там нет прозрачных процедур, там не формируется этот реестр в том порядке, как он предписан законом. Мы не знаем ничего, плюс банальная фальсификация учетных данных, о которых я вчера говорил. То есть передача по нулевой стоимости, передача по исторической украинской стоимости, которая на сегодняшний день никакое отношение к настоящим цифрам не имеет. Вот все эти факторы говорят о том, что мы глубже заходим в ту яму, в ту пропасть, из которой потом будет сложно выбраться. Потому что заново придется проводить полную инвентаризацию всего имущества города Севастополя. Александр Кулагин считает, что оценка помещений и зданий, которые принадлежат городу, часто намеренно занижена в интересах неустановленных лиц. Последний отчет я видел по Большой морской 19. Несмотря на то, что профессионально сделан отчет, но результаты этого отчета, они совершенно неадекватны. Любой севастополец понимает прекрасно, что не может стоить один квадратный метр на Большой морской фронтальном офисе, скажем так, в самом проходном месте, в самом хорошем, в центре Севастополя, 88 тысяч рублей за квадратный метр. Речь идет о здании рядом с главпочтамтом. Для сравнения, по информации сайта недвижимости, небольшой офис на Большой морской во второй линии от дороги стоит в два раза больше – 10,5 миллионов рублей. Это 165 тысяч рублей за квадратный метр. А, к примеру, за офис на улице Ленина владелец просит больше 10 миллионов рублей. Это 250 тысяч рублей за квадратный метр. Кто и в чьих интересах занижал стоимость городского имущества, депутатам еще предстоит разобраться.